добрый день мои дорогие сегодня с вами канал гостях у милы и будем мы с вами готовить лапшу домашнюю из двух яиц у меня вот два средних размера яйца яйца у меня домашние уже помыла разобьем щепотку соли и пару капель масла буквально капель много не нужно все пару капель масла все это в сторону уже нам не нужно помешаем чуть-чуть и вот на мои яйца нам нужно будет где-то 150 180 грамм это зависит от и яиц у меня яйца не очень крупные поэтому я не буду мерить муку я на глаз буду вот так угадать сколько мне муки потому что у всех яйца разные тут точно не скажешь сейчас посмотрим сейчас мешаем вилочки сперва для начала потом будем месить тесто руками тесто очень любит теплые руки но для начала мы я думаю достаточно муки если нужно будет мы лучше добавим потому что если потом будет очень крутое тесто в принципе ну можно будет добавить водички но мне не очень хочется добавлять воду все сейчас вот будем руками собирать замешивать мне еще нужно мука сейчас мы все это на стул вывали и будем месить тесто уже на столе так это в стороночку пока нам не нужно и вот так будем собирать все ну надеюсь соберу даже наверное мука еще нужно будет мне чуть-чуть а может нет посмотрим сейчас хорошо будем замешивать вот это все что у нас на столе мука лежит ну да еще чуть-чуть вот так муки припудри потому что прилипает все время вот так собираем хорошо хорошо нужно месить потому что тесто любит когда ее хорошо получит очень хорошая лапша домашняя чем ходить в супермаркетах покупать эту лапшу очень дорогую а тут даже посчитать примерно сколько нам обойдется эта лапша 2 яйца по 10 рублей яйцо получается 20 рублей ну 200 грамм муки мука у нас по 82 килограмма получается где-то ну даже возьмем 10 рублей мука так округлим хорошая мука у меня мука маква я работаю всегда с ней округлим 10 рублей пускай будет мука ну и наша работа естественно тут щепотка соли это уже будет будет входить в цену с мукой 10 рублей масло соли мука 10 рублей в общем получается 30 рублей я думаю что за 30 рублей вы в магазине такую лапшу ни за что не купите в среднем она может стоить 100 рублей согласитесь вот нужно уже видно что муки чуть-чуть много но мы ее все равно соберем ничего страшного ну вот наше тесто отдохнуло хорошо и сейчас начнем катать тесто на лапшу тесто очень хорошо отдохнуло сейчас стол припудрим чуть-чуть мукой вот так у меня вот такая длинная скалка и будем катать вот так будем катать для начала нужно было поделить на две части но я не поделила буду стараться так катать тесто ну а сейчас вот начнем так так нам будет легче катать тесто таким образом поэтому мне и нужна такая скалка длинненькая я уже привыкла с ней катать очень удобно и быстро тесто можно катать с такой скалки вот так быстренько сейчас покатаем нужно так раскатать чтоб как лист бумаги тонко-тонко должна быть лапша у нас мы постараемся до такой кондиции раскатать наше тесто вот и будет у нас вкусная лапша немножко усилий потому что тесто должно быть такое честно если сказать не так легко конечно раскатать тесто для лапши ну куда деваться если хотим вкусно поесть свою домашнюю лапшу вот видите как быстро я уже почти раскатала но еще нужно потому что еще лапша тесто еще толстое вот видите вот так но еще нужно но сейчас будем катать и поделим на две части одну часть будем резать мелкую лапшу а вторую часть будем пошире ее резать будем готовить два вида нарезки лапши поэтому сначала я хотела два на две части разделить тесто а потом думаю зачем лучше я быстро сразу вот так буду катать поделить поделить тесто просто на две части уже готовы вот и все я вот так решила одной пулей двух зайцев убить как говорится вот так катаем катаем видите какая лапша уже видно еще будем катать вот так вот так раньше когда дома была то мама делала не на два яйца это я так сейчас на два яйца мы делали на 10 яиц вот семья большая была нужно было всех накормить но так как дома всегда мука была хорошая тогда мука была помню отец на мельницу ездил и сам делал муку очень хорошая мука была сейчас уже в магазин идешь не знаешь что покупаешь ну и то в деревнях сейчас многие так же ходят на мельницы и делают свою муку в колхозах в сахозах у кого там пшеница есть они всегда идут и делают свою домашнюю такую муку очень хорошую воздушно получается изделие из нее выпечка очень хорошая из муки который на мельнице люди сами и ходят и делают так ну что вот такой большой у нас как корж получается рис вот мы раскатали тесто сейчас будем делить на две части вот так сложим и сделаем вот так пополам ну вот сейчас вот так с обоих краев будем закручивать вот в такую трубочку вот такую трубочку у меня вот такая доска сейчас буду и будем режет вот такую широкую так вот так оставим и будем на под углом ножик пальчики убираем и вот так нарезаем широкую такую лапшу сейчас покажу быстрее и вот так до конца будем резать вот так берем посмотрите какая лапша получается видите это вообще не хуже сто раз лучше чем из магазина так сейчас быстренько нарежем вот это первый способ который я буду вам показывать вот так берем и вот такая лапшичка посмотрите какая красота это просто супер сейчас дальше быстренько нарежем это можно просто варить и с сыром сделать вот эту лапшу вот и все нарезали сделали сейчас будем мелкую лапшу вот я так нарезаю крупную так быстренько сейчас покажу то уже камера садится тоже надо быстренько успеть показать несколько таких приемов и начинаем мелкую резать вот такую лапшичку для супа это вот так режем нарезаем получается вот такая мелкая тоненькая лапша остается ее только сушить и собрать в пакет или в контейнер какой у вас там есть посмотрите какая лапша получается прямо один к одному то всегда нужно беречь пальцы вот так надо пальцы и ножик наискосок потому что тут близко нужно подходить ножом к пальчикам и тесто так чуть-чуть просто придерживаем на тесто не нажимаем потому что если будете нажимать на тесто оно может прилипнуть а вы ее только просто чуть-чуть вот так придерживаете вот у нас есть два вида лапши мелкой и длинной пошире будете готовить и радоваться вкусной лапшой все вот наша лапша вот так посмотрите какая красота это просто сказка а не лапша видите ну вот что мы получили вот мы имеем вот такую лапшу и вот такую мелкую лапшу нарезана аккуратно вкусная лапша готовьте для своей семьи радуйте своих близких а я вам говорю до свидания и до скорых встреч на нашем канале в гостях у милы до свидания